Вот стая уток летит. И вот здесь утки плавают. Тоже видать. Вон там, это все утки плавают. Они на какие-то самолеты похожи. Это мы на Рыжковский пришли. Пришли с определенной целью. Где гороф был просыпан. Это я замерил. 50 квадратных метров осталось. Мы спросили. Игорь Александрович, а барабаш, ты будешь собирать? Он говорит, нет. Я говорю, а мы заберем. Берите, берите. Ну мы не могли. Сразу некогда было. А сегодня у нас шестое, наверное, уже. Шестое, да. Вот уток я не могу застать. У-у-у, да вторая. Значит, здесь не стреляли. Здесь они были. Вон они летят. Господи. У-у-у, да три. Три табуна. Видите, какие. Стаи. Объединяются. Три стаи. А вон плавает. Вон плавает. Вон видно. У-у, сколько плавает-то. Ну-ка. Вот здесь, там, где они плавут, это все было сухое место. Мы эти пруды заново создали. Покажи там наши сваи. 404 сваи у нас здесь забиты. Как готовили. Сколько труда ушло. Дальше бульдозер как работал. Лукьянов Алексей Лаврентьевич. 66 лет. Ас бульдозер. А бульдозер, сказать. А бульдозер так и стоит по сегодняшний день. Никто его не берет. Нет бульдозериста. Еще раз сказали в Красногорске, в какой район вырастили лен. Но лен, который из ствола вытаскивают там эти. Ну, для пряжи всего. Нити такие. Готовая. Повысили зарплату до 100 тысяч рублей в месяц. И никого нету. У всех высшее образование. Экономисты, юристы, историки. То есть пустота. Мы сейчас начнем собирать, помолимся. Господи, благослови нас. И помилуй брата Игоря. Помоги убрать урожай Евгения. И всем труженикам хозяйства на земле. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Эту часть горошка я возьму себе, посажу в этом году на грядки, где пустые у меня. О, пока не взлетает. Мы тут взяли несколько мешков. Трава-то эта уберется. Думаю, сегодня вечером из города должен пуском Сергей приехать. Ну и мы тут вот так вот брать будем. Кучками, не в одно место. Ну никак не возьмешь по-другому. Видно, что я что-то делаю. Я пойду, Поля, покажу. Горчицу покажу, говорю. А ну, покажи, покажи. Вот тут у Игоря барбаша горчица растет. Сейчас покажу, как она выглядит, если кто не видел. Вот она, вот. Вот такие вот у нее лепесточки. Так как у китайцев крыши наподобие. Вот она. А это у нее, видимо, в том году садил здесь подсунок. Вот он зашел. Сейчас птички тут вовсе клюют, уклевывают все это. Им нужнее. Вот она, горчица. Эта, которую мы едим, такая острая. Кому-то даже она нравится. Мне тоже нравится. Вот, подсомок. Не знаю, какой он тут хороший. Нет, пустой. Есть, но... Во всякое насекомое, они до сих пор еще трудятся. Что-то для себя добывает. Ну ладно, я даже не пойду. Иначе будет осыпаться. Ну вот так вот. Чудные дела Господа. Великие чудные. Вот она. Красавица. Что, можно уже в мешок нагружать, да? Сейчас, сейчас, сейчас я покажу, когда что-то у нас делится. Горох крупный. Хороший. Горох у него крупный, говорю, хороший. Очень хороший. Прямо стоящий. Замечательно. Ну и вот, что делать будем. За зеленый горошек избавляется оно даже. Ну, провеет, это дома провеет. Ну да. Сейчас не до этого. Траву вот эту трудно выбирать. Ее ни граблями, ни чем не возьмешь. Потому что мелкая она, проваливается. Во! Это мы на первый раз. А потом еще можно будет. Нет, брат, это не пойдет так. У меня пердак здесь есть. Рукавицы пошел взять. Вот. Масы рожили. Я забыл даже просушить сегодня их. Хорошенькие. Из-под рыбы. Рыбу выбирал утром, вот, еще не досохли. Очень хороший. Мы пока основной соберем. А который не берется, значит, не берется. Горошек очень хороший, сидират. Я в этом году грядку посадил гороха. Мы зеленый его ели. Собрали остатки там сухого. Такими кучками брать. И вот на грядке из-под гороха там очень мало сорняка. То есть он глушит. В основном там венок только один. По нему полз. А так в основном другой он побеждает. Очень полезно по осени его посадить. После уборки там овощей. Наверное, будет и удобрение для почвы. В то же время глушит сорняк. Я этим займусь сейчас. Ну и часть сколько-то уйдет. Мне кажется, он маленько разбухший. Может быть. Дождь-то шел. Хотя нет, мне кажется. Его уже обветрило весь. Не, он нормальный. Нормальный. Он сухой, Игнатьич. Сухой. Может быть еще какой-то инструмент. Мы не знаем. Пока это хорошо идет. Смотри, только начали. Ведро уже сито есть. А отреется, пускай даже третью часть. Остальное наше. Пойдет. Пойдет. Сразу здесь что? Ведерка в сторонку. А вон мешки. Как она получится. Мешки-то вон. Вон мешки-то. Ну, потом это сейчас. Замолодец. Одно брать. Видишь? Она не так. Здесь длинная. Может, сперва повыдергивать ее как-то? Нет, она с землей сразу будет. С землей? Мне кажется, нормально будет. Может быть. Все-таки надо было мне грабли взять. Немножко бы повыдирали граблями. А остальное, это, ветвой. Не знаю. Грабли тут все. Она, видишь, ее граблям. Какие тут грабли-то? Не, у меня пластиковые. Они хорошо помогли. Какие? Это же горох. Ну и что? Ну, провел, на кровинки собрал какие-то маленькие. Я даже не знаю, на сколько это будет у нас успешно. А если руками гребсти? Да-то я по-это и хочу. Руками попробую. Руками-то намного лучше. Ну да, видно. Так. Я сам. Ну да, как картошку загружает. Та же сделает сейчас. Волка ноги кормят. А человека труд. Ну-ну-ну. Нет, что-то какой-то можно было бы. А что, не знаю. Чтобы именно горох мог брать. Такой узкий. Ну, бывают эти, такие грядками, грабельки такие маленькие, железные. Детские? Да, детские, да. Да, может быть и так. Вот здесь хорошо возьмется. А здесь хорошо. А метелка, я думал, метелка эту может взять. Здесь слишком тугое. Метелка, если бы была металлическая. Друговодный-то год. Вот это бы... Тут сегодня за одну ночь собрали бы все. Конечно. Я считал на Кавказе они... Там лошадь сдохла. Сказали, мы, говорит, с дочерью, ночью. Пошли и отрезали от нее сколько-то. Вот. Вот. Показывает пруд пока. Сейчас второе ведро высыпем, будет видно, что у нас что-то получается. Ну, да. Сегодня у нас такая пасмурная погодка. Хорошо и не жарко, и не холодно, и дождя нету. Само того работать на улице. Вот березки еще, которые зеленые, это значит, она еще не так сильно в воде стоит. Корни цепляются за землю, которые в воде уже высохли. Если вода поднимется весной, а остальные будут погибать уже. Если вода дойдет до них. Ну, по-другому никак уже. Засуха будет, а эта вода поможет выжить в дальнейшем. Ну, так, слава богу, за все. Хорошо, что у человека на руке пять пальцев. Да. Много можно сделать и печатать, и собирать. Да, я в этом году прошел одну программу соло на клавиатуре. Десяти пальцевым слепым методом печатать на компьютере. Вот трава небольшая, там никак. Вот тут к ним гости приезжали. Мы дали ему поросе. Тридцать штук, кажется, полное ведро. А он нам прислал вот такие перчатки, да еще и теплые есть. Только как, кто к тебе и возвращает. У нас видят, вот. А, вы только на дармальчинку едите. Они не знают, что. Братья работали целый день, бесплатно. И благодарные сестры принесли, дали им. И вот ролик стоит три года, и три года измываются, пишут голодные. Видно, что голодные. Кричит сестры, где вы, есть нечего. Вы только берете, только берете. Нет, мы ничего не берем. Еще не берем, даром. Мы работаем каждый день. Вот она пришла, сестра Люба. Быки сломали, у ней там все. Сразу взяли свой материал, доски, столбы, пошли, сделали. Она уже к вечеру что-то настряпала, несет. Но пирожок и то, что работали на свой материал, своих возле даже сравнивать не надо, насколько больше мы даем. Но мы об этом не можем говорить, что-то тут ролики-то. Мы просто показали доброту наших сестер. Вот, представь, третий год уже ролик стоит, и посещаемость его где-то уже 800 тысяч. И ни одного доброводзова нету. Видно, что голодные в городе сидят, а в деревне работать некому. Вот сейчас вырожай собрали, льна. И под каким видом нету? О! Ого! Только начали, и уже, гляди, еще. Да. Конечно, мы собираем мелочь. Вот человек, который откинул машину, он ехал по этой дороге, вот. И она идет, вот она, в резинку. И он вот проехал. Но тут рядом поле. И кто-то по полю проехал, вот она, след. И он вот, когда откуда дошел, ну не опытный, он не шофер, так. И он решил заехать туда. Зачем, он не может ответить. Ну, лукавый. Вот она. И вот эта дорога, туда стоя, через 105 метров сходится. Я пришел, все замерил. Ну, 49-50 квадратных метров рассыпано. Здесь 4 с лишним тонны. И она как, он же горох. Он наклонил его, и все. И затрещало, охнуло, хоть живой остался. Вот оно где. А-то дороги здесь нету и не было никогда. Вот она дорога идет ровненько. А тут плажбинка. Ну, вон она. Потом он ниже. Там на целый почти сантиметр на 80 ниже. Вот это вот, чем этот край. Как же больше метра он там, если с верхней частью. Зачем заехал? Ехал, вот. Вот он где, начал поворачиваться. Вот он где, завернул. Ну и смотри. На полметра выше. Полметра. А тут еще, может, больше даже. Ну, она наклонила ее. Ругает. Да какие вы есть. Вот такие, какие есть. Но машина ходит, но видно, что повреждена. На бок у нее все, как у моего пали. Мне охота сходить, посмотреть, целый у нас или нет там. Потому что здесь были охотники, должны были быть. Но так как уток много, похоже, не стреляли. И рядом работали люди, вон видно солома. Я знаю, как люди делают всякие пакости. Все, воруют. Хочется посмотреть, не поломали ли сток. Не поломали, опять Бога благодарить будем. Хороших людей Бог послал. Все, пока. Все, слава Христа. Насыпай горох, я схожу туда.